19-летний Егор Воронков из Мурманска был патриотом своей страны. Он считал, что служба в армии – это не долг родине, а нечто больше. Егора призвали в армию в конце июня 2021 года в отдельную мотострелковую бригаду в посёлке Пичинга Мурманской области. Но вместо обучения военному делу, занимался уборкой территории, готовкой пищи и регулярным ремонтом электротехники. В ночь с 4 на 5 сентября Егор был доставлен в военный госпиталь Североморска в состоянии тяжёлой комы. В результате проведённых анализов было установлено отравление этиленгликолем. По версии руководства части отравления было вызвано случайным употреблением жидкости ПОЖ-70, хранящейся в чемодане с различными военными принадлежностями под кроватью в командирской палатке, где Егор утром производил уборку по заданию командира. Днём ранее Егора вместе с другими военнослужащими отвезли на вакцинацию от коронавируса. Врач, да и сослуживцы не заметили ничего необычного в состоянии парня, несмотря на то, что ядовитая жидкость должна была лишить его жизни в течение получаса. После проведённой вакцинации Егор был доставлен обратно в часть. Примерно через час после этого Егор стал жаловаться на тошноту, плохое самочувствие. Его повезли на машине в военный госпиталь. По дороге и в госпитале Егор сказал, что ничего особенного он не пил и не ел. Там он впал в кому, его срочно доставили в Североморск. На протяжении месяца военные врачи боролись за жизнь Егора. Отёк мозга нарастал с каждым днём, постепенно отказывали все органы, включая почки, была остановка сердца, развелась сильная пневмония. За месяц из красивого молодого человека Егор превратился в живой труп. Мать умершего Егора так и не получила ясных ответов на вопросы о том, как это могло случиться с её сыном. За 9 дней до 20-летия сердце Егора перестало биться.